Христу, слава Спасителю Рода Человеческого, братья и сестры, благоставляю всех вас с города Белгорода. Эти дни здесь, в этом городе, благоставляю, молюсь о духовном пробуждении Белгорода, земли белгородской. И одно из таких интересных, очень своеобразных явлений здесь, в Белгороде, здесь мы были на ротонде, там, где ангел изображен, и хирургическая, ангельская песня записана наверху. Очень интересно, такой как бы бассейн, ну, фонтан, фонтан и ангел. Напоминание, наверное, о том, как раз, ну, еще вчера у меня такая мысль была, когда ангел сходил в бель и возмущал воду, и кто лазил, тот был здоров, исцелен. Вот, ангел и вода, такая ассоциация у меня сразу. Вот, и многие улицы, кстати, здесь, как вот я уже узнал, доподлинно, были переименованы в эти дни уже, в эти годы, извиняюсь, в эти годы последние. То есть раньше они были такие, ну, бессложные, аргоистические, коммунистические, а теперь они уже называются Преображенская там улица, там, другие, Благодатная. То есть такие названия даже здесь очень интересные. Есть Архиерейская, кстати, улица. То есть названия даже уже, как бы так вот, уже намекают, напоминают о церковности, о христианстве. И вот, конечно, вот такие изображения ангелов, я думаю, тоже для многих проезжающих, просто даже мимо проезжающих, это как-то некое напоминание, конечно же, о Господе, потому что ангелы – это посланники Всевышнего Бога. Вот. И благоставляю вас, друзья, благоставляю всех молитвенников за землю Белгородскую. И прошу, как говорится, баки-баки, снова и снова, подвязать из молитвы о духовном пробуждении земли Белгородской, самого города Белгорода. И в эти дни я познакомился с верующими людьми здесь, в церкви «Живой поток». И я знаю, что многие разные церкви, здесь собрания, мы видели домомолитвенные храмы православные, домомолитвенные протестантские. И пусть в каждом собрании, в каждом собрании, где во имя Господне люди собираются, на самом деле прославляется Иисус, пусть действительно слава Божья и сила Божья будут явлены, и поток живой воды, жизни поток, действительно реки воды живой, проистекают. Пусть множество душ обращаются к Господу. И молюсь, и к этому вас призываю, друзья. А осенью, даст Бог, будем живы-здоровы, Богу будет угодно, совершим осенью семинар, проведу семинар по истории христианства. И если вы будете осенью в Белгороде, потому что многие сейчас в отпусках, в поездках на югах, отдыхают, загорают, то осенью, когда все уже соберутся, проведу семинар по истории христианства. И прошу ваших молитв, и участия вашего в этом, слава Богу. Пусть Господь благословит вас. И здесь, конечно, Белгородская земля, она имеет какую-то свою особенность, безусловно. Такую, какую-то религиозную особенность, скажу. Даже отличие от тех городов, средней полосы России, которые я знаю хорошо, оно сразу ощутимо было здесь, на самом деле. Большое присутствие религии именно. Но я знаю, что людям нужна не просто религия, не просто традиция. Людям нужно нечто большее. Людям нужен Бог, живой Бог, живой Господь, живые взаимоотношения с живым Богом. И молюсь о том, чтобы действительно вот это чудо духовного возрождения свершалось. Чтобы и священнослужители, да, значит, христианские, и прихожане разных церквей, чтобы духовно возрождались, чтобы познавали живого Бога, истинного Бога, да, чтобы имя Иисуса проставлялось. Вот, и, как я вот тоже на собрании говорил в воскресенье, чтобы действительно мы не просто даже убировали в Господа, а погружались в Него, в этот океан Его святой любви, безбрежный океан Его любви. Потому что Бог есть любовь. Слава Господу! Благословляю вас, благословляю Бенгород с этого места. Кстати, это не просто изображение ангела и фонтан. Это новый корпус, современный корпус Бенгородского государственного университета. Вот так вот. Здесь я видел черных, африканцев, проходили азиатов. То есть иностранцы здесь обучаются, люди с разных, не только городов, но и стран, мира, с разных континентов. Слава Богу! Так что земля Бенгородская станет благословением для многих стран, многих городов мира. Слава Господу! Благословляю всех вас, возлюбленные! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать! Благодать на благодать! Благодать!